Новости на телеканале Хабар 24. В студии работает Сергей Гергель. Здравствуйте. Состояние пострадавших в авиакатастрофе стабилизируется. Многих уже вывели из шокового состояния и перевели из реанимации в другие отделения. К примеру, в Алматинской многопрофильной больнице в тяжелом состоянии остаются два пациента из шести поступивших. Об этом нашим коллегам рассказали на брифинге. Александра Салмина на связи со студией. Александра, здравствуйте. Что известно к этому часу? Здравствуйте, Сергей. Мы находимся в Алматинской многопрофильной клинической больнице. Здесь вот только что прошел брифинг, где рассказали о состоянии пациентов. Сюда вчера после крушения поступили шесть человек. Один из них уже дома, так как в госпитализации не нуждался, говорят специалисты. Двое сейчас находятся в реанимации. Эти пациенты все также требуют круглосуточного наблюдения, но динамика положительная, говорят врачи. Еще двоих после сегодняшнего обхода уже перевели в отделение травматологии. Среди них и беременная девушка, она сейчас на 19 неделе. Еще один пациент сейчас в отделении нейрохирургии. Что касается их состояния, им уже намного лучше. И по прогнозам врачей уже в течение нескольких дней их могут выписать. Ну а подробнее о состоянии пациентов нам расскажет директор этой клиники Жумахан Малдакулов. Жумахан Мукашевич, расскажите, пожалуйста, о том, какая помощь сейчас оказывается. И подробнее хотелось бы узнать о тех пациентах, которые сейчас находятся в реанимации. Что это за пациенты и с какими травмами они поступили? Действительно поступали 6 пациентов. Уже сказано, что один из пациентов из-за не было показаний для госпитализации направлен на облатон лечения. Из пяти пациентов сейчас в данное время находятся двое в реанимации. Состояние пока тяжелое. Они оба нуждаются в реанимационном помощи. Сейчас выводится из шокового состояния. С поля травмы. Одна пациентка с поля травмы. Имеется перлом косе таза, перелом бедра, перелом ребер с повреждением легкого пневмотора. Наложен аппарат внешней фиксации по оказанию помощи при политравме. Сейчас в данное время стабильное. Второй пациент тоже в реанимации. Перелом голени, перелом позвоночника. В данное время тоже проводится по оказанию помощи при политравме. Наложен аппарат внешней фиксации. И в данное время дополнительно ведется После полной стабилизации состояния обеих пациентам будет нуждаться стабилизация внутреннего синтеза, чтобы в последующем была реабилитация. В данное время пока не в реанимации. Вот о пациентке, о которой вы рассказывали, это кормящая мать, да, вы говорили? Да, тяжелая она является, она же является кормящей мамой, которой было показано, спасающей ребенка, которой 4-5 месяцев. В данное время ребенку тоже состояние стабильное находится в первой городской больнице, он тоже переведен уже с реанимации в стандартное отделение. Психологическая помощь пострадавшим и их родственникам оказывается? При поступлении была создана мультидисциплинарная команда, где и были психологи, оказывали помощь как пациентам, так и родственникам, и в комплекс входила и психологическая помощь. В данное время тоже проводится психологическая реабилитационная помощь, как со стороны сотрудников нашей, так и специальных психологов. Спасибо вам огромное. Спасибо. 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 Вот, что он нам рассказал о самой трагедии. У нас были места в 10-м ряду. Я сидел возле окна. Сначала самолет начало трясти, потом почувствовали сильный удар, я потерял сознание. Когда очнулся, во рту почувствовал песок, боль по всему телу. Но я даже не понимал, что со мной происходит. Мы летели с семьей, жену почти сразу нашел, потом начали искать мою дочку, ей несколько месяцев. Она оказалась у меня под ногами, упала. Я сначала подумал, что она умерла, передать не могу, что почувствовал. Но, к счастью, наша девочка жива. На этом у меня все. Коллеги, мы продолжаем следить за развитием событий. Спасибо, Александра. Держите нас в курсе событий. Я напомню, что на прямой связи из Алматы была моя коллега Александра Салмина. Она рассказала о состоянии пострадавших, которые доставили в многопрофильную алматинскую больницу. Спасибо. В 4-й больнице города Алматы 7 человек, пострадавших в авиакатастрофе, все еще находятся в тяжелом состоянии. По информации врачей, у пациентов отмечается улучшение динамики. 42 человека в стабильном состоянии. Недавно был прооперирован второй пилот. Сообщается, что операция прошла успешно. Мы провели здесь несколько операций. И сегодня прилетели еще несколько человек из Нуршултана. И сделали обход, посмотрели. На сегодняшний день практически можно сказать, что идет полная стабилизация состояния больных всех пострадавших. Остаются тяжелые, но они практически все в сознании. Я должен сказать, что самую высокотехнологичную помощь оказали больным с повреждением позвоночника, шейного отдела позвоночника, грудного отдела позвоночника и поясничного отдела позвоночника. Вот только что завершилась операция. Мы все это посмотрели. Думаю, надеемся на благополучный исход. Те больные, которые сейчас лежат в реанимации, они тяжелые. Их было 9, перевели. Сейчас 7 больных. Это больные с отчетанными множественными повреждениями. С отчетанными значит черепно-мозговая травма. Множественные, когда повреждаются несколько сегментов конечностей. Тяжесть еще обословлена открытостью, открытые переломы. Там есть дефект мягких тканей. Там есть краевые некрозы ран. Но в первые же часы наши доктора в 4 больнице совместно с приехавшими докторами из Нур-Султана справились с этой задачей, фиксировали все переломы фиксированные, стабилизированные. Это очень важно. Есть такое понятие демидж-контроль. В условиях, когда поле травмы поэтапно в первые часы надо фиксировать и стабилизировать переломы. Они были все в шоке. Сейчас постепенно стабилизируются и гемодинамика улучшается. Но шок еще продолжается. Поэтому то лечение, направленное анестезиологом, я считаю правильным, потому что есть хорошая динамика. Всего в 4-ю городскую больницу Алма-Аты обратили 68 пассажиров, находившихся на борту самолетом, потерпевшего крушение. 51 человек был госпитализирован. Сообщается, что практически все пострадавшие находятся в сознании. Отмечу, со вчерашнего дня круглосуточно работает горячая линия. Всю информацию, кстати, на погибших и пострадавших можно уточнить, позвонив по номерам, которые сейчас вы видите на своих экранах. 27 родственников, жертв и пострадавших при крушении самолета «Фокер-100» прибыли сегодня утром в Алматы. Их сопровождал психолог. Перелет для них был бесплатным. Авиакомпания «Эйрастана» организовала два дополнительных рейса из Нур-Султана. Сам аэропорт для алматинцев стал местом скорби. С вчерашнего дня сюда несут цветы и зажигают свечи в память о погибших. Тем временем зал ожидания переполнены пассажирами авиакомпании «БКР». Как известно, рейсы этого перевозчика приостановлены. Люди пытаются сдать билеты, пока не у всех получается. Возврат Алган-Жерде, например, через сайт, возврат через сайт делается. Если в агентство покупается, возврат делается только через агентство. По месту приобретения билета. Тем же, кто решил все-таки лететь самолетом, навстречу идут другие авиакомпании. При наличии свободных мест им предлагают просто обменять билеты. Во многих направлениях эта проблема решается. В основном пассажиры не могут улететь в Актау. В кассах «БКР» рассказали, что на других авиалиниях пока нет билетов в этот город. Мы сутки сидим в аэропорту со вчерашнего 11 дня. «БКР» вчера обещал нам предоставить какие-либо места в самолетах, на других авиалиниях. И по сей день их нет. У нас сейчас здесь в зале 29 человек, которые не могут вылететь в Актаун. Авиакомпания «БКР» продлила сроки возврата билетов до 10 января. Об этом стало известно на брифинге службы центральных коммуникаций. По словам вице-министра индустрии и инфраструктурного развития Аберика Камалиева, на рейсы авиаперевозчика до 31 декабря продано больше 9 тысяч билетов. Столько же должны были улететь на «Фокерах» до 10 января. Сегодня пассажирам обещают возместить полную стоимость затрат, либо по возможности предоставить места на рейсах других авиакомпаний. Напомню, сейчас ведомство решает вопрос с дефицитом мест для пассажиров. В стране запускают дополнительные рейсы и железнодорожные вагоны. 1-2 января авиакомпания не планировала полеты. Поэтому с 3 по 10 января я даю вам информацию. Пассажирам отмененных рейсов мы предлагаем это решение. Рассматривать варианты перелета на рейсах других авиакомпаний. Представители наших всех авиакомпаний здесь присутствуют. При этом, по информации казахстанских авиакомпаний, цены на авиабилеты в связи с отменением рейсов авиакомпаний БКР не поднимались и не будут подниматься. Помогать в расследовании авиакатастрофы будет специалист Межгосударственного авиационного комитета. Сегодня он прибудет в Казахстан. По словам представителей комитета гражданской авиации, черный ящик Фокера извлечен. Его расшифровкой займутся в Москве. Ориентировочно завтра инспектор управления по расследованию авиационных происшествий повезет данные бортовые самописцы на исследование. Поставлена задача до 10 января дать первоначальные результаты, первоначальную причину управления по расследованию авиационных происшествий будет отрабатывать к этому сроку. А сейчас на ваших экранах номера телефонов официальных колл-центров авиакомпании. В них пассажирам БКР помогут решить вопросы с возвратом билетов или текущими полетами. Авиакомпания «Казах-Р» готова принимать пассажиров, чьи рейсы отменили в связи с произошедшим инцидентом. Как сообщается в официальной рассылке, до 31 декабря, включительно при наличии билета БКР и свободных мест, пассажиры смогут улететь за ту же цену самолетами этой авиакомпании. И вот авиакомпания «СКА» также окажет помощь перевозке пассажиров БКР. В официальном заявлении говорится, что перевозчик будет принимать людей по приемо-сдаточному акту на безвозмездной основе при наличии свободных мест в период с 28 по 31 декабря. Кроме того, во время новогодних праздников будут увеличены перевозные емкости на основных направлениях на 30%. 18 звонков поступило на горячую линию оперативного штаба Костанайской области за минувшие сутки. Группа специалистов, в состав которой вошли психологи и сотрудники кризисного центра, приступила к работе уже через час после крушения самолета авиакомпании БКР. По телефону уточняли списки погибших и пострадавших. Реальную помощь получили жители Джангильдинского района, которые потеряли в авиакатастрофе родственника. Уроженец поселка Кызбель, проживавший в Алматинской области, вместе с семьей направлялся на новогодние праздники к родителям. Мы проработали вопрос со штабом, созданным в аэропорту города Нур-Султан, по принятию и приобретению билетов до города Алматы. Также решили вопрос со штабом города Алматы по принятию родственников погибшего для дальнейших оказаний мероприятий. У гражданина погибшего Нур-Бекова также попали в авиакатастрофе жена и четверо детей. Мы установили, где находятся дети, в каком состоянии, и все по пути движения Нур-Бекова-Длихана до родственников брата мы ему сообщали. И еще раз, внимание, со вчерашнего дня круглосуточно работает горячая лень. Всю информацию касательно погибших и пострадавших можно уточнить, позвонив по номерам, которые вы сейчас видите на своих экранах. Министерство внутренних дел изучает все документы и данные по делу о крушении самолета. Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. Сотрудники сейчас проверяют работу наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов. Ведут допросы ответственных лиц и опрашивают пассажиров данного рейса. Уже проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета. Участие в расследовании также примут представители Международного авиационного комитета и завода-изготовителя самолета. Совместно с ними проведут расшифровку черных ящиков, осмотр двигателя судна и место происшествия. Следственная оперативная группа отрабатывает несколько версий, в числе которых техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании. Сегодня день общенационального траура. В Казахстане скорбят по погибшим в авиакатастрофе Близалматы. Ровно в полночь государственные флаги приспустили на всех административных зданиях, а также дип-представительствах за рубежом. Отменены развлекательные мероприятия. Сетку вещаний изменили отечественные телеканалы. Сегодня не будут транслировать концерты и юмористические шоу. Накануне глава государства Касым Жумар-Токаев выразил соболезнования родным и близким погибших. Семьям пострадавших будет оказана помощь, а виновные в инциденте будут наказаны, подчеркнул президент. В связи с объявленным трауром в посольствах Казахстана по всему миру приспущены государственные флаги. Отменены развлекательные мероприятия. На адреса дипломатических представительств нашей страны за рубежом приходят письма с соболезнованиями от министерств иностранных дел разных государств, представителей других ведомств и организаций. В Турции выразили соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Алматы. В самой большой мечети Анкары собравшиеся представители казахской диаспоры, студенты и турецкие общественники помолились за душу усопших, а после почтили память погибших, возложив красные гвоздики. В посольстве нашей страны в Турции в связи с национальным трауром приспущен государственный флаг Казахстана. Мы опечалены известием о трагедии в Казахстане. Мы собрались в Анкаре с нашими братьями и сёстрами и молились о погибших в аварии. Мы хотим, чтобы пострадавшие в результате авиапроисшествия скорее пошли на поправку. Мы собрались тут в Анкаре, чтобы выразить свои искренние соболезнования семьям погибших, пожелать исцеления раненым и сказать, что наше сердце бьётся вместе с сердцами наших соотечественников, даже если мы далеко от всего Казахстана. К сожалению, это произошло в канун Нового года. Пусть больше не будет таких катастроф. Пусть все наши беды останутся в выходящем году. В Уральске сегодня не проводят никаких праздничных мероприятий. На зданиях приспущены государственные флаги. Западно-казахстанская молодёжь сегодня на Центральной площади установила стенд с траурной символикой, возложила цветы и почитала память погибших минутой молчания. Мы солидарны с казахстанцами, скорбящими сегодня, отмечают пришедшие. Сегодня собрались наши молодёжь, инициаторы. Это волонтёры, студенты и активная молодёжь. Они тоже. Мы, молодёжь, западная концентрация, соболезнуем семьям, погибшим в авиакатастрофе. Мы выражаем соболезнования родным и близким людей, погибших вчера в крушении самолёта. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Хотим сказать, что мы вместе и готовы оказать нужную помощь. В Актау отменили все культурно-массовые мероприятия. Перенесён концерт эстрадно-симфонического оркестра областной филармонии имени Мурата Ускенбаева. Творческий коллектив готовился к нему больше двух месяцев, но в знак скорбия погибших в авиакрушении мероприятие отменили. Вся страна скорбит. Человеческие потери – всегда неприятная новость. Артисты соболезнуют семьям погибших. Наши выступления мы перенесли. 29-го творческий коллектив даст два концерта подряд. Ну а пока мы сообщаем всем нашим зрителям о переносе концерта. Траурный митинг прошёл сегодня в Шемкенте у мемориала «Славы». К студентам Южно-Казахстанского государственного университета присоединились и неравнодушные горожане. Люди несли цветы к вечному огню. Чудовищная трагедия никого не оставила равнодушным. Поминальные службы также проходят в мечетях и церквях. Горожане молятся за скорейшее выздоровление пострадавших. Напомню, борт авиакомпании «БКР» вылетел из Алматы в Нур-Султан. Однако в первые минуты после взлёта самолёт исчез радаров. Позже стало известно, что лайнер потерпел крушение. Авиакатастрофа под Алматы стала второй в Казахстане с начала года. 27 марта под Казалордой по пути в Шымкент разбился вертолёт Ми-8 Министерства обороны. Тогда погибли 13 военнослужащих. Всего с 2012 года в нашей стране произошло больше 30 авиакатастроф. В следующем материале мы вспомним о самых крупных из них. За четыре дня до Нового года авиакатастрофа в Шымкенте унесла жизни 12 человек. Это первый случай крушения пассажирского самолёта в 2019 году. В марте во время учений из-за плохих погодных условий упал военный вертолёт. Тогда погибли 13 человек. Вертолёт следовал в составе из четырёх боевых вертолётов по маршруту из города Октав в город Шымкент. Перелёт осуществлялся в рамках комплексной проверки и учения специальных подразделений Алт-НЖБ, в тёмное время и в сложных метеорологических условиях. 3 октября 2017 года под Алматы потерпел крушение Ан-28. Самолёт совершал санитарный рейс. Врачи направлялись к тяжело больной пациентке в Шымкент. Крушение произошло через 12 минут после взлёта. В аварии не удалось выжить никому. Погибли оба пилота, бортовой техник и два врача. В самом начале 2015 года в авиакатастрофе в Жамбылской области погибли сотрудники компании «Казахмыс». На борту Ан-2 находились 4 пассажира и 3 члена экипажа. Воздушное судно столкнулось с землёй из-за несоблюдения безопасной высоты. Погибли 6 человек. Один пассажир чудом остался в живых. В январе 2013 года вблизи посёлка Хазулту в Алматинской области при заходе на посадку разбился самолёт, выполнявший рейс Кухшетау-Алматы. На борту находился 21 пассажир. Все погибли. Выяснилось, что причиной падения судна стала частичная потеря работоспособности пилотов. Старший перед крушением перестал управлять судном. А второй был занят радиосвязью с диспетчерами. Уважаемые коллеги, все вы знаете, что сегодня утром вблизи аэропорта Алматы произошла авиакатастрофа. Есть погибшие и пострадавшие. Это очень тяжёлая ситуация. От лица казахстанцев и себя лично приношу соболезнования родным и близким погибших. Трагедия под Алматы произошла 27 декабря. И президент Касымжамар Токаев объявил по этому случаю общенациональный траур. Ровно семь лет назад страна также скорбила в этот день. И снова из-за авиакатастрофы. Под Шимкентом рухнул военный самолёт Ан-72. На борту судна находились семь членов экипажа и 20 военнослужащих. В основном первые лица казахстанской пограничной службы. Среди погибших был и глава этого ведомства Турганбек Стамбеков вместе с супругой. Трагедия унесла жизни 27 человек. Гульшат Терекбекова, Хабар-24. Основные возможные причины авиакатастрофы под Алматы назвал эксперт в области авиации, заслуженный лётчик СССР Дмитрий Адбашьян. По его мнению, к трагедии могли привести техническая неисправность, обледенение самолёта и проблемы, связанные с обеспечением кольцевых полос безопасности полётов в районе аэродрома. Пилот со стажем поделился своими предположениями в телефонном разговоре с корреспондентом Хабар-24. Я думаю, что на взлёте у самолёта произошёл отказ двигателя, который сопровождался, возможно, и тем, что были повреждены какие-то узлы системы управления самолётом. Возможно, от двигателя летели какие-нибудь детали, лопатки, которые могли повредить проводку системы управления или гидросистему самолёта. Потому что самолёт вёл себя в высшей степени неуправляемо. Лётчики не могли таким образом самолётом управлять, как он себя повёл. Это первое. Второе. Обычно все аэродромы имеют так называемые концевые полосы безопасности полётов. И кроме того, всегда в районе аэродромов производят ограничения строительства разных объектов. Меня удивляет, что непосредственно за оградой аэродрома находился двухэтажный дом, в который этот самолёт врезался. Если бы не было этого дома, возможно, бы и катастрофы этой не было. Самолёт бы приземлёнся, как уже много раз бывало. Допустим, собраны мешали, и все остались бы живы. На данный момент количество погибших, к счастью, не изменилось. 12 человек. Среди них капитан воздушного судна Марат Мурадбаев. Он скончался на месте происшествия. Это полный список погибших в этой трагедии. Всего 12 человек. Обычный рейс из Алматы в Нур-Султан. Одно из самых востребованных направлений. У всех были свои дела, планы, которым не суждено было сбыться. Журналист Дана Круглова, например, летела к родителям. Хотела встретить с ними Новый год. Коллеги рассказывают, она была настоящим профессионалом своего дела. Это проявлялось ещё, когда она работала в Карагандинской газете. Она была, как это сказать, не от мира сего человек. То есть она, я порой замечал, она тяготится вот этими работой провинциальной газете. И она постоянно искала себя. Участвовала в каких-то перформансах городских. Ну, чтобы как-то проявить себя хотела. Она настолько творческий человек, что действительно вот эта серость её заедала. И вот потом я слышал, что уехала в Аллаты. И там вот, как говорится, нашла себя. Нашёл себя и капитан разбившегося воздушного судна Марат Мурадбаев. Нашёл, конечно, в небе. Он провёл там 20 тысяч 141 час. Некоторые считают его героем, потому что он посадил самолёт так, чтобы не задеть бензобаки. Из-за чего не произошло взрыва, после которого, разумеется, жертв было бы больше. В списках погибших оказалась и фамилия Рустема Хайдарова, председателя Совета генералов Казахстана, почётного ветерана МВД. В разные годы он работал следователем, начальником полиции и даже первым заместителем министра внутренних дел. Он вообще самый у нас энтузиаст, он самый идейный, самый честный. Погиб почти, находясь в строю. Он никогда. Он все эти в Москве ставил памятники. Генералу Нурмаганбетову, Таллату Бегельдинову. Он и самый генератор идей. Понесла тяжёлую утрату и медицина Казахстана. Погибшая Арман Исина была акушером-гинекологом и национальным тренером по внедрению программ управления заболеваниями. Обучала специалистов первичной медико-санитарной помощи практики ведения пациентов с хроническими неинфекционными заболеваниями в соответствии с международными требованиями. Врач, журналист, военный, пилот профессии погибших символизируют срез всей страны. Погибли 12 человек, однако в трауре 18 миллионов. Асхатния Забота Жуманова, Хабар, 24. По мнению независимого технического эксперта Юрия Анципова, на появившихся видео и фото рухнувшего самолёта нет признаков обледенения фюзеляжа. Версия об обледенении или некомпетентности экипажа судна менее вероятна, считает специалист. Свидетельства выживших пассажиров кадры с места ЧП свидетельствуют о том, что у Фокера при взлёте появилась проблема с правым двигателем. Не было бы никакой вибрации, просто самолёт становится тяжёлым и, соответственно, рухает на землю в этот момент. Или, предположим, меняется его геометрия по управлению, по механизации крыла. Но этого я тоже не вижу. И ненормальный шум двигателей. То есть это с обледением никак не связано. Закрылки были в правильном положении. А вот то, что крайний левый элерон внешний сделан повёрнут в такое положение, когда препятствует кручению самолёта вправо. То есть пилот пытался парировать, но была борьба пилотов с ненормальным поведением самолёта. И наиболее вероятно, как я считаю, это было что-то с правым двигателем. Редакция телеканала Хабар 24 приносит свои соболезнования семьям погибших, а всем пострадавшим желает скорейшего выздоровления. На этом всё. Всего доброго.